МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, вернее, к огромной радости мне удалось посмотреть один из фильмов, представленных на фестивале, прям в день открытия, но работа не дала посмотреть больше. Но действительно, французский фильм я смотрел, я говорю, потрясающе совершенно, юмор, который близок всем, который, в общем-то, он не имеет границ, это космополитическое такое искусство. И еще что самое интересное, было сложно сначала, но потом зрители привыкли к тому, что... Я так с середины уже начал. Мы продолжаем ту беседу, что надо было успевать реагировать на титры, потому что субтитры шли, надо было успевать прочитать, сценки-то коротенькие, там реплики быстро произносятся, но при этом еще хотелось бы наблюдать за игрой актеров. И где-то там после первых десяти минут зал включился в этот режим, и еще предваряя еще не появившиеся титры, но уже видя от игрыш актера, уже шла реакция по залу и так далее. То есть, действительно, впечатление моря. Ну, а я так понимаю, я завидую тем, кто посмотрел весь тот пакет, который вы предложили к осмотру. Вот, наверное, люди получили огромное... Я думаю, вам в следующий раз стоит пригласить, у нас есть... Мы все думали, нужно ввести, видимо, к следующему году будет специальную награду. Там, не знаю, самый упорный зритель, там, или герой-зритель. Потому что было масса обстоятельств, конечно же, там, кроме погодных условий, которые все хотелось под одеяло дома залезть, там, еще что-то. Но были прям действительно ударники-киноманы, которых мы встречали практически на каждом сеансе. У нас есть даже там одна девушка, которая приобрела абонемент, которая в итоге заболела, потому что там прохладно достаточно в кинотеатре. Она честно отходила 15 сеансов, и на 16-й уже написала нам сообщение, что, ой, кажется, вот последние два я все-таки пропущу. То есть, да, действительно, ну вот включились. Мы очень рады, что там есть публика. Была, мы увидели вот прям лица, о которых мы мечтали. И мы рады, что мы смогли им подарить как минимум праздник таким вот киноманам-киноманам, которые захотели прям все посмотреть. Ну и, естественно, безумно радовало, что каждый жанр, каждое направление, каждая страна нашла своих зрителей. Потому что, да, были совершенно разные посетители. Там на английской комедии были одни люди, на французских фильмах были совершенно другие, на немецком кино, там и австрийском тоже, опять же, новые лица. И это было как бы приятно, что вот действительно одна из наших миссий выполнена, что каждый смог, видимо, найти хоть что-то свое. Будем стараться теперь и в будущем году сделать так, чтобы каждый одессит, у каждого одессита не было никакого оправдания, почему он не сходил на фестиваль. Потому что вот будет продукт для каждого, я надеюсь, в идеальном варианте. И каждый сможет найти что-то для себя интересное. Но, с другой стороны, наверное, Кингсон перед нашими зрителями, что они, так сказать, разбираются в этом. И они, так сказать, эстетствуя в своей любви к кино, они действительно выбирают именно то, что они предвкушают, то, что они хотят увидеть. То есть такая избирательность – это тоже достаточно показатель того, какого уровня наш зритель. Потому что действительно у нас в Одессе все-таки худо-бедно, но происходят различные фестивали киношные на Одесской киностудии. Ну, наш большой этот кинофестиваль. Вот постоянно тематические, там, Дни французского кино, предположим, там, не знаю, китайского было или какого только не было. Вот. И интерес к кинематографу, конечно, есть. И, к огромному сожалению, у нас может быть, вот благодаря этому фестивалю, возникнет какая-нибудь новая площадка просмотровая для того, чтобы непрокатное кино смотреть. Да, да, да. Это мечта очень многих у нас в Одессе. Но, естественно, что есть экономические критерии, которые, к сожалению, видимо, как-то нам не очень позволяют. Мы, по-моему, в прошлый раз с вами уже разговаривали об этом, что чуть больше ста лет назад у нас было целых три площадки, которые показывали некоммерческий кинематограф. К сожалению, в 2017 году у нас нет ни одной киноплощадки, которая бы занималась конкретно прокатом особых каких-то лент, которые не могут в массовый прокат попасть. Но я думаю, что да, сейчас есть спрос, и заполненные залы на многие фильмы, которые не попадают в украинский массовый прокат, говорят о том, что, возможно, и коммерчески это может быть хотя бы окупаемый проект, и, возможно, кто-то из бизнеса заинтересуется, и мы, наконец, вернем. Я бы не сказал, что получим новую площадку, но вернем в город какую-то площадку, которая могла бы быть интересна тем, кому интересно не только кино в широком прокате. Потому что я большой поклонник всего того, что мои коллеги называют мусором, но я с радостью смотрю и киновселенную Марвел, и с радостью пойду, жду 9 числа, если я не ошибаюсь, то есть премьера по Агате Кристи очередная экранизация, там какой-то очередной вариант. Я тоже очень люблю массовый кинематограф, просто желательно, чтобы кинематографа было больше, и он был разнообразен, чтобы можно было все-таки выбирать. И доступность тут была. Да, да. Ну, доступность здесь уже, как бы, от нас мало что зависит. Ну, действительно, потому что, ну, большие реки проходят мимо нас вообще, не затекая к нам сюда, на территорию. Ну, теперь мы можем поставить галочку, что мы посмотрели, многие фильмы мы посмотрели одновременно, например, с австралийцами. Я, опять же, неоднократно отмечал, что вот на австралийском кинофестивале еврейского кино в те же самые даты смотрели 20% программы. У нас прям вот отобрано было одинаково, совершенно случайно, мы никоим образом не копирировались. Но одновременно вот в Мельбурне увидели, я надеюсь, осмыслили, обсудили одновременно у нас в Одессе. То есть это радует, плюс огромная наша вот прям бальзам на душу, что последнюю работу Ивана Аталия, евреи, вот, которая была фильмом «Открытие», ее посмотрели одесситы, которые захотели. У нас масса восторженных отзывов. Причем здесь про оправданные, неоправданные ожидания тоже интересно, потому что есть те, кто как бы шли, они чего-то ожидали, и те, кто просто поверили нам на слово. И те, и другие все равно были глубоко поражены, поскольку это, да, ну, как бы Иван Аталий не то чтобы известен тем, что снимает какие-то еврейские особо фильмы. И здесь действительно его высказывание, как просто мэтро французского представителя, ежечащего представителя ныне существующего французского кинематографа, было очень интересно всем и очень неожиданно, поскольку это, да, действительно комедия, но там есть несколько моментов, которые резко погружают тебя в осознание того, что все это сделано не просто так, и есть в этом, видимо, какой-то глубокий режиссерский, политический, возможно, вполне себе, памфлет и высказывание какое-то по поводу того, что с нами со всеми происходит, включая, если считать нас частью Европы, поскольку он, конечно, говорит не только о французских проблемах, а скорее, наверное, общий европейский такой дискурс рассматривает. Но лента потрясающая, мы рады, что она. Насыщен иронией, насыщен совершенно неподдельным юмором, иногда просто походя такой штришочек выскакивает и пошли дальше. И, конечно, ну просто гениальный режиссер, потому что выстроить вот в одно целое вот этот набор новелл со сквозным, так сказать, еще ходом, потрясающая совершенно, удивительная работа. Ну все спрашивали, это тоже был повод для улыбки, все за кулисами уже, все интересовались, а где посмотреть, мне же теперь показать кому-то, где качать, где что. И мы всем с гордостью рассказали, а нигде теперь никому вы не покажете, поскольку, да, этот фильм, его не существует, конечно же, на трекерах, там еще где-то, ну я надеюсь, что, если честно, я вообще сторонник трекеров и файлообменников, поскольку, да, это спасает очень сильно, там, особенно, когда это провинциальные какие-то города, и люди интересуются им нужно, без подобного обмена, я не знаю, там, объектами культуры, назовем это так, конечно, общество будет гораздо бедней. Поэтому, в принципе, я это поддерживаю до того момента, пока мы, опять же, не наладим. Вот когда появится площадка, тогда я буду честно говорить, что нет-нет-нет, ни в коем случае не качайте, не пользуйтесь, там и так далее. Ну, зато, с другой стороны, это, так сказать, возвеличивает статусность вашего фестиваля. Ну, в какой-то мере, да, в какой-то мере. Давайте о фестивале поговорим, значит, помимо фильмов, которые посмотрели зрители, была еще внутрифестивальная работа, да, были встречи, так сказать, мастер-классы какие-то, да, встречи, обмены мнениями, вот что происходило, так сказать, в тусовке. Ну, к нам приезжал мы безумно рады, что прилетел Лен Кудрявицкий, немецкий актер, который сейчас, он и до этого был очень популярен, но сейчас вот прям его популярность растет не по дням, а по часам. Он очень много снимается. Он представлял один из фильмов показа Стефан Цвейк «Прощание с Европой», поскольку он там сыграл важного, кстати, для Украины важного персонажа, поскольку он сыграл господина Маламуда, известного, выдающегося бразильского публициста и общественного деятеля, который, как ни странно, и нам очень привычно, конечно же, выходец из Украины, в его конкретно случае из Николаева. Но я уверен, что через Одессу он где-то там точно проезжал. И он же, у нас был закрытый показ премьерной очередной работы в рамках киноальмонаха «Свидетели» режиссера Константина Фама. Он там играет одну из основных, главную точнее роль, и он как бы присутствовал, в том числе отвечал на вопросы касаемо Тойленда. То есть ему повезло, он сыграл сразу в нескольких работах, представленных на первом кинофестивале. Отдельной огромной радостью оказалось мероприятие, которое несколько вышло за даты фестиваля. Вот 3-го числа мы встречались на открытом интервью с Борисом Херсонским и разговаривали, точнее слушали разговор его с интервьюером про диссидентское движение отказников 70-80-е годы в Одессе. Это было безумно интересно, очень радовала атмосфера, поскольку публика, собравшаяся в зале, мне кажется, от 16 лет возраста была и до бесконечности, поскольку я там уже не очень угадываю. И вот это вот какое-то такое единение, интерес такой вот культурный, поскольку это очень неизбитая тема, и которая свежа достаточно, то есть вызывает в определенных кругах все еще споры, дебаты, проблемы. И оказалось, что она вполне себе объединяющая как интерес, и это было очень приятно. Мы безумно благодарны Борису Григорьевичу, поскольку обычно он выступает или собственным творчеством, или касаемо своей профессиональной сферы интересов, а здесь как бы выступил совершенно в другой роли, как свидетель эпохи, участник непосредственных событий. Это было безумно интересно. Мы надеемся, мы уже заинтересовались, думаем, что это возможно выльется в какой-то отдельный проект, серию, возможно, интервью с различными людьми, которые принимали участие в Одесском диссидентском движении, поскольку оказалось, и там разовый вот этот пробный вариант, оказалось, что это действительно безумно интересно. И мы надеемся, что масса еще одесситов теперь подключатся к изучанию этой темы и будут слушать подобные интервью. Ну да, действительно, потому что в общении, так сказать, в своем кругу общения, да, встречаешь людей, вот которые через это тоже прошли, но это единичные судьбы, вот о которых ты можешь услышать. А в своей массе, вот так, чтобы это все систематизировать и знать об этом более широко, так сказать, и более глубоко, ну это замалчивалось в свое время, очень сильно замалчивалось, тормозилось, и поэтому мы как-то и переросли эту эпоху и как-то пошли себе дальше, а это где-то забыли позади. Нет, там оказался действительно безумно интересный разговор, потому что поводом к нему послужил, на самом деле, фильм из программы «Друзья из Франции», и там было интересно, поскольку мы понимали точно, что французы, даже когда снимают уже в 21 веке, конечно же, не удовлетворит нас картинка, которую они сняли про Одессу и про диссидентское движение, на фоне которого происходит событие фильма. И, конечно, мы понимали, что нужно в связи с этим поговорить с кем-нибудь, кто как бы нам все-таки расскажет, как оно было на самом деле. И, конечно, у зрителей была масса претензий, что там в 79-м году на кухне играли группу кино, что невозможно, и как они аморально себя ведут, эти персонажи, там, ну, вот какие-то такие моменты, которые мы понимаем, что нам, конечно, изнутри, одесситы всегда этим славились, что нас никогда не устроит то, как нас показывают со стороны, мы сами должны все отредактировать, и все показать только мы можем идеально правильно. И разговор состоялся, оказался гораздо шире этой темы, то есть оказалось, что есть целый пласт истории, материала, которые выходят за рамки, конечно же, всего лишь одной полуторачасовой ленты и вот этого вот именно контекста, как нас увидели, а как оно было на самом деле. Я надеюсь, что мы будем больше и больше разговаривать, что появятся в следующем году будут еще какие-нибудь ленты, которые мы сможем пригласить и взять к себе в программу для того, чтобы говорить в первую очередь об Одессе и о том, что происходит или происходило в Одессе. Пока что, к сожалению, кинопроизводство всемирное нас не то чтобы радовало этим, но будем надеяться, что вот и для нашего фестиваля найдутся какие-нибудь интересные ленты на следующий год. Очень хорошо и убедительно звучит про следующий год. Это я и намекаю. Если кто-то там сейчас думает, что бы снять, я как бы намекаю, что давайте, давайте. То есть есть уже готовая площадка, на которой можно будет заявить о себе. Любой кинофестиваль привлекает внимание не только зрителей, привлекает внимание специалистов, кинематографистов, критиков. Вот была какая-то публицистика, либо будет еще, будут какие-то публикации. Ну мы отдельно, это у нас был такой отдельный пункт для радости, поскольку, да, действительно, мы увидели в зале очень много приятных знакомых нам, представителей СМИ, которые были очень заинтересованы. Мы надеемся, что еще будет ряд публикаций, поскольку и уже ряд публикаций есть, и мы рады, безумно благодарны, что журналисты потратили на это время, и что помогли нам наладить вот этот вот контакт между нами и одесситами, поскольку без представителей СМИ мы бы точно не смогли эту связь наладить. Я надеюсь, что еще появятся, потому что есть уже и видеообзоры о программе фестиваля, есть уже и печатных несколько материалов, есть, к счастью, любимый мною лично англоязычный журнал «Одесса Ревью» написал сразу несколько разных абсолютно журналистов, написали несколько материалов о фестивале. То есть, к счастью, есть какой-то задел, будем надеяться, что в будущем будет все больше и больше, что мы сможем наладить отдельный целый отдел и помогать журналистам, поскольку мы понимаем, что не все даже были точно в курсе, когда, что, где и как, и как посмотреть, и как принять участие. Ну вот, будем надеяться, что к следующему году уже такой пул наших друзей-журналистов расширится, и в следующем году уже точно наверняка все, кому интересно написать и рассказать своим читателям или зрителям или слушателям о программе фестиваля, они уже все смогут найти к нам дорожку, правильный путь. Ну, действительно, это приятно, когда событие стало резонансным действительно и нашло отклик, потому что наблюдал такую сценку, рассказываю, парочка пришла и перешептывается, давай где-то с краю сядем, а то вдруг что-нибудь не то, так мы уйдем. Где-то через несколько минут они пересели уже посредине, сказать, ряда и уже смотрели с удовольствием. У нас есть несколько любимых, которые, мы надеемся, войдут теперь в нашу внутреннюю какую-то историю, мы их где-нибудь запишем обязательно, несколько любимых зарисовок. Одна из зрительниц нашего фестиваля 20 минут провела на просмотре «Пилы 8», и через только 20 минут она поняла, что она ошиблась с залом, поскольку в другом соседнем зале в кинотеатре «Родина» проходила «Пила». Нам было искренне ее жаль, поскольку вместо Стефана Цвейга «Прощание с Европой» 20 минут она смотрела совершенно другой какой-то фильм, но были как бы обратный эффект, ровно в тот же самый момент две пары случайно зашли вместо «Пилы» и пришли на Стефана Цвейга, одна пара на 10-й минуте все-таки поняла, что стратегическая ошибка совершена, и покинула зал, а вторая решила, что не-не-не, подожди, кажется, тут можно посидеть, давай, кажется, еще задержимся. И отсидели, прям отсмотрели полностью весь фильм, и остались, как я понимаю, довольны, поскольку фильм длится, мне кажется, даже дольше, чем «Пила». То есть это прям было усилие серьезное, что нет-нет-нет, мы досмотрим, досмотрим до самого конца. Ну и у нас масса, конечно же, смешных каких-то там историй, которые в принципе вылились. У нас была совершенно потрясающая история, опять же, со Стефаном Цвейгом, когда мой друг Игорь выбегал из зала, я уже полагал, что как бы завершился сеанс, и радостно пошел ему навстречу, и такая шутка из разряда черного юмора, я говорю, ну что, он умер, все уже закончилось, на что изумленный Игорь сказал, как, он что, умрет? О боже, я же не знал, я же вышел в таком подъем, поднятом настроении, был уверен, что все в порядке, говорю, ну, в Википедии стоит прочитать биографию Цвейг. И у нас как бы вот на эти, это скрашивало отдельно, оказалось, что это прям радостные события, которые дают заряд потом на целый день, вот такие вот всякие истории, которые прям победные для нас, кажется, что вот искусство все-таки всех прельщает, всех окружает, и все оказываются связаны в конечном итоге с хорошим кином. И очень радует то, что растет уже новое поколение молодых ребят, которые интересуются кинематографом, и которые не просто интересуются, как, так сказать, ну, обыватель, которым рассмешите меня, сделайте мне весело там, или сделайте мне грустно, а ребята, которые в этом разбираются, которые анализируют то, что они смотрят. Вот, и я думаю, что вот это вот новое, так сказать, новое поколение должно как-то всколыхнуть в развитии кинематографа, потому что, конечно, хочется, чтобы на нашей Одесской киностудии закипело что-то, и чтобы в Одессе было побольше локаций съемочных. Мы начали говорить о следующем фестивале. Значит, уже какие-то есть определенные наметки, или пока это... Дайте вздохнуть после тела. Да-да-да, мы еще не пришли в себя, не вздохнули полной грудью, но, конечно, мы уже через неделю собираемся начинать планировать следующий, но пока еще ничего конкретного рассказать не можем, поскольку еще даже не сели, не обсудили, как же нам дальше плыть. Но плыть точно. Мы уверены, что плыть будем. Возможно, смещать будем куда-то даты в какую-то более теплую погоду, потому что мы все очень теплолюбивы, а как бы в этом году не получилось застать еще там бабье лето или просто лето, или там радостную весну, поэтому, скорее всего, мы немного сдвинемся. Но, в принципе, в следующем году мы точно плывем дальше. Нам понравилось. Плавание нам понравилось. Пассажиры были хорошими, приятными, интересными собеседниками, поэтому мы думаем, что и в следующем году мы поплывем. Вот я понимаю, что это миф и фантазия моя такая, но хотелось бы, чтобы ведь многие из зрителей пропустили в угоду одного фильма, они пропустили какой-то другой, потому что разовый был показ, и не было такого более широкого проката, то есть можно было в определенное время, дня два-три шли параллельно фильмы, чтобы можно было посмотреть один, второй, третий, так сказать, а не только один, на который успеваешь сегодня, а на параллельный просмотр не попадаешь. То есть я понимаю, что одежку надо протягивать по одежке, вот все остальное, вот, и понятное дело, что аренда этих залов – это достаточно проблемная штука. Но вот ради зрителя, конечно, можно было бы подумать, каким образом. Или, может быть, увеличить количество площадок, может быть, небольших залов, которые не очень, так сказать, дорогие. Будем думать, мы в следующем году хотим учесть этот момент, и хотим сделать так, чтобы зрителям было максимально удобно, и, возможно, да, действительно, добавлять дополнительные сеансы на те фильмы, которые прям пользуются спросом, и не все успели попасть. Но, опять же, все, к сожалению, в городе ограничены ресурсом, площадками, площадками, ну, будем смотреть, будем думать, придумывать какие-то решения на следующий год, поскольку, к сожалению, да, в центре сейчас это большая проблема. Наша идея фикс показать некоторые ленты, есть там и в классике, кинематографы, в том числе того, который сегодня называют советским, которые очень достойны внимания и безумно интереса. Нам, конечно, хотелось бы сделать городской какой-нибудь красивый показ, на который может огромное количество людей поместиться, и чтобы это, да, было суперприемлемо, бесплатно, там, и так далее. Будем думать на следующий год, возможно, осуществим все наши мечты, потому что мы уже и про ретроспективы думаем, мы уже понимаем, кого мы хотели бы услышать из профессионалов кинокритиков и историков кино в следующем году в качестве лекторов и увидеть в Одессе. То есть мы уже, да, у нас уже масса-масса прожектов, но вот что мы там дальше с ним будем делать? Ну, аппетит настигает, да, во время еды разрастается. Вот, потому что я вспоминаю первые «Золотые дюки» еще наши, и там один из посмотровых залов был «Космо», это вот по дороге в Аркадию, вот такой достаточно, и там настолько плотно просто шли фильмы один за другим, вот, что можно было прийти там, предположим, там, после работы часов в пять-шесть, и часов до двух, до трех ночи, просто не выходя из зала, ну, естественно, кто аккредитован, там, кто билеты покупал, вот, и я помню, мы за вечер проглатывали по четыре, по пять фильмов, конечно, в голове каша, но она потом все устаивалась, устаканивалась, и действительно мы видели кино, которое потом в широком прокате, так сказать, и не было, и не появлялось, и до сих пор вспоминаю эти фильмы, как-то обмениваясь с мнением, вот многие ребята говорят, да, что жалко, что вот нет такого широкого доступа вот к тем фильмам, которые, это действительно, это большое искусство, вот, но оно не коммерческое, поэтому... Есть целый просто ряд даже картин начала 90-х, которые в силу объективных обстоятельств почему-то не оказались, ну, не почему-то, а понятно почему, не оказались в широком прокате, и среди них есть целый ряд лент, которые непосредственно касаются Одессы, и которые действительно удачны, не, поскольку там, да, был период такой, что была масса коммерческого мусора, но действительно, которые прям хороши, которые важно было бы посмотреть на большом экране, поэтому вот мы как бы в первую очередь и вспомнили, и подумали о том, что стоило бы, возможно, задуматься о каких-то специально ретроспективной программе, потому что и в том числе, в первую очередь, вот мы знаем целую, там, подборку фильмов на еврейскую тематику, которые, да, к сожалению, не попали на экран, и, во всяком случае, большинство модесситов точно на большом экране никогда увидены не были, и, да, ну, в принципе, очень хотелось бы, конечно, в городе иметь кинотеатр, там, 2-го, 3-го, 4-го экрана, который показывал бы классику, иногда хочется посмотреть старый, любимый, добрый фильм на большом экране, но боюсь, что еще нам пока что нужно ждать и ждать этого, будем надеяться, что появится, пока нет. Может, может, вот это молодое поколение, которое я похваливаю, нам позавидовать, потому что мы ходили в кино как? Мы начинали с кинотеатра Одесса, там, да, Котовского, Фрунзе, Хроника, Маяковского, Украина, Родина, то есть мы вот за вечер проходили, могли за вечер тоже по 2-3 фильма посмотреть, причем кинотеатров было огромное множество, и все были сфокусированы в центре города, ну, Москва была там на Шибино-Черемышках, вот, то сегодня, в принципе, ну, кинотеатры есть, но не так массово они и не так доступны, вот, как тогда были, вот, поэтому вот что-то из этого, потому что действительно иногда вспоминаешь, когда с молодежью общаешься, вспоминаешь какие-то фильмы, которые для тебя, ну, это действительно классика, и там какие-то реплики, они так удивлены, о чем это ты, дядька, о чем это ты говоришь? Ой, у нас минутка последняя пошла эфира, ее полностью вам отдаю, давайте подводить итоги. Ну, в первую очередь, в очередной раз хотелось бы, конечно, принести слова благодарности всем, кто нас поддержал, и советами, и финансами, и собственным временем, и работой на пользу фестиваля, отдельно поблагодарить, конечно, зрителей, которые стали нам близкими друзьями, надеюсь, что в следующем году мы с вами увидимся в том же составе, просто будем расширять наши ряды, ну, и отдельно благодарность вам и вашему телевизионному каналу за то, что приглашаете, за то, что так интересно с вами проводить время и беседовать, зовите нас еще. С некоторым ехидством навстречу можно. Я, мне кажется, что все-таки, благодаря тому, что Одесса, это, так сказать, мы все знакомые друзья, и, понятно, по совету друзей я вышел на вас, просто порекомендовали. Так, не знаю, либо это моя вина, либо ваша, но не было массированного информационного какого-то, так сказать... Не было, не было, да, мы в последний момент все начинали в следующем году, учтем, учтем. Поэтому нужно действительно, чтобы побольше было информации, чтобы люди были готовы к тому, потому что посидим с краю, может быть, надо будет уйти. Нам нужно развеять этот миг и действительно в достаточно популярной форме объяснить, что же это такое, с чем это едят. Спасибо огромное, успехов вам. Ждем через год у нас в студии уже за годе перед фестивалем. Напоминаю, Гера Грудева был у нас в гостях, продюсер, программный директор первого Международного детско-юрейского фестиваля. Успехов вам. Спасибо. Ждем новых фестивалей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова